друзья здравия с вами шевченко александр и академия счастья сегодняшнее видео о том как быть счастливым потому что каждый из нас заслуживает на счастье заслуживает не в том плане что надо что-то делать чтобы быть счастливым а счастье это естественное состояние поэтому когда я говорю заслуживает это значит что у каждого есть это естественная способность быть счастливым то есть быть в состоянии когда все хорошо благостно когда естественно хочется заниматься любимым делал. То есть, когда кто-то заставляет или подавляет, конечно же, уже это несчастье. Вот, поэтому, друзья, если кто-то пытается вас заставить делать то, что вам не хочется, просто откажитесь от этого. Откажитесь делать то, что не ваше. А чтобы понять, что ваше, просто возьмите лист бумаги, напишите несколько, скажем, вариантов того, что откликается, и в какой-то вариант, в какой-то момент вы почувствуете, что это оно. То есть, вы почувствуете отклик внутри себя. И тогда действительно это ваше. И таких вещей может быть даже не одна, а несколько. Поэтому с радостью, конечно же, занимайтесь тем, что вам нравится. А когда, например, хочется отдохнуть, отдыхайте. То есть, делайте то, что просит ваше тело. Не то, что хочет от вас там кто-то другой, или не то, что нужно, а то, что действительно хочется. А для того, чтобы на самом деле понимать себя лучше, можно прочистить свой ум, узнать, кто вы такой и какова ваша миссия. Для этого и существует процесс счастья. Он помогает человеку открыться. И самое главное, понять, каков он внутри себя. Потому что очень много внутри такого, на что не хочется смотреть. Там, может быть, даже все заросло уже паутиной, и появились тараканы. И поэтому можно паутину эту убрать, тараканов расчистить, и сделать это пространство ярким, чистым, любящим, таким наполненным любовью и счастьем. Вот когда я говорю, давайте вместе создавать пространство любви и счастья, я как раз об этом. О том, чтобы действительно очищаться и наполняться любовью. И тогда мы можем быть вместе и принимать себя, другого, заботиться о себе и о другом. И, конечно же, когда я говорю, давайте начинать себя, это означает, что каждый из нас может посвятить каждый день один час практики. Будь то процессом счастья, или какая-либо другая практика, медитация, или занятие йогой, тантрой, или чем-то другим. Даже прогулка на свежем воздухе, наедине с природой, это тоже очень хороший процессинг. Процессинг в данном случае, это то, что помогает человеку повышать осознанность. Когда вы находитесь на природе, смотрите по сторонам, общаетесь с природой, с самим собой, то к вам приходят озарения, новые понимания о жизни. И таких озарений может быть большое количество. Но самое главное, не их количество, а качество. Когда приходит такое понимание, то вы начинаете жить совсем по-новому. То есть вы включаетесь в жизнь и начинаете чувствовать, что вот оно, вот это то, чем я хочу заниматься, вот каков я. И я тоже пришел к этому примерно 20 лет назад. Я понял, кто я, каков я, что ведет меня по жизни. И когда я получил все эти озарения, осознания, я понял, что моя цель, моя миссия, это помогать другим тоже очищаться и становиться осознанными, счастливыми, радостными, повышать свое качество жизни. Поэтому, друзья, кому необходима бесплатная консультация по улучшению качества жизни, пишите мне в комментариях или сразу в одной из соцсетей, в Фейсбуке, в Телеграме или в Вайбере. Я отвечу вам, и мы договоримся о времени, когда будет удобно пообщаться голосом. И я выслушаю вас и расскажу, как можно улучшить вашу жизнь. Вот, конечно же, ставьте колокольчик, чтобы знать о новых видео на моем канале. По средам в 19.00 у меня прямые эфиры, так что тоже буду рад видеть каждого. Ну и, конечно же, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал и всего вам самого наилучшего. Счастья, гармонии и радости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!